Официально Махавское Братство Стали должно было защищать Дамбу Гувер. Однако многие считают, что его формирование – результат разногласий внутри Совета Старейшин. Наш Старейшин Эйлайджа выступал за разработку новых технологий, что привело его к разногласиям с более консервативными членами Братства. Тогда он предлагает разработать новое сомнительное с этической точки зрения оружие. И было это где-то в начале 2260-х. Собственно, Старейшины решают быстренько спровадить его на восток, чтобы сформировать новую главу Братства в Махаве. Прибыв на место, мы быстро обнаруживаем бункер Хиден Вэйли, а затем заново открываем для себя Гелиус-1. Элайджа, которого уже считают неортодоксальным из-за его сосредоточенности на улучшении технологий, а не просто на их сохранении, приказывают превратить Гелиус-1 в штаб-квартиру Братства. И примерно с этого момента начинается наша с вами история. Всем привет, на связи Маловар Гейминг, это прохождение Хёрдз оф Айрон 4 с модом Олдвор Блюз за Бахавское Братство Стали. Поэтому садитесь, устраивайтесь поудобнее, наливайте себе кружечку крепкого горячего чая, ведь мы начинаем. Итак, Элайджу приходится заняться побочным заданием, но именно оптимизацией Гелиус-1. Тут мы с вами будем придерживаться лора и делать всё по уму. Несмотря на то, что вроде как большая часть Братства Стали не одобряет наши методы, связь с Лост Хилл всё-таки была установлена. Что ж, это хороший знак, ведь в этом мире у нас более нет дружелюбных соседей. Итак, мы прочно обосновались на территории Гелиус-1. И с этого момента Орден Махао начинает свободно действовать посреди пустоши Вегаса. И в течение нескольких лет выполняет довольно большое количество миссий по восстановлению без серьёзного сопротивления. Однако в 73-м году всё меняется, кроме войны. Контингент НКР заходит на дамбу Гувера, что безусловно противоречит нашим интересам. Если мы хотим выжить, то действовать нужно быстро. В 74-м НКР откроет базу в Международном аэропорту, что станет отправной точкой для дальнейших событий. По идее, наши действия должны привести к тому, чтобы Элайджа исчез, но меня больше интересует момент, при котором Братство, пожалуй, могло выжить и сохранить свою структуру. Если вам это интересно, то, возможно, когда-нибудь я бы посмотрел путь Макнамары. Но сейчас нас ждут солнечные блики. Итак, вопреки советам всех своих паладинов, Элайджа решает пойти своим путём. Он установил, что где-то там на орбите Земли находится оружие, которое в корне перевернёт войну, если ему, конечно, удастся получить контроль над ним. Это оружие Архимед, и, возможно, когда-нибудь он сможет доказать, что оно действительно существовало. Или, возможно, существует и по сей день. Итак, опытным путём удалось установить, что Архимед – это орбитальное лучевое оружие, которое способно выжить всё на своём пути. Контроль над ним вполне способен обеспечить нам преимущество в войне против Новой Калифорнийской Республики. Хотя, конечно же, стоит нивелировать все риски и сделать акцент на качественной силовой броне. Несколько оруженосцев будут повышены до Рыцарей Братства. В свою очередь, Рыцари будут возведены в Сан-Паладина. Итак, последний пазл, который поможет нам овладеть силой самого Солнца, разгадан. Алгоритм Эвклида будет служить чем-то по типу целеуказателя. Как раз вовремя, ведь Новая Калифорнийская Республика уже собирается штурмовать наши позиции. Благодаря тому, что мы оснастили всех, кто способен держать в руках оружие силовой бронёй, мы без каких-либо особых усилий можем держать линию фронта. Своими действиями НКР открыли ящик Пандоры. Самое время привнести в этот хаос немного порядка. И так нам удалось прорвать вражескую оборону и отрезать Нельсона дамбы Гувера. Спустя пару часов, Рыцари Ордена забирают и саму дамбу под свой полный контроль. Уже 27 апреля жители Болдер-Сити поднимают мятеж. И совместно с небольшим отрядом Братства жителям города удается выбить хорошо укреплённый гарнизон НКР. Хотелось бы также сказать о том, что этот город, который находился к югу от посла Рейнджера Эльфа, настоящий город-герой. Ведь в ходе сражения за дамбу Гувера Рейнджеры НКР заманили сюда отряд легионеров. И в результате взрыва почти весь Болдер-Сити был превращён в руины. Возле западного входа в город воздвигнут мемориал в честь пожертвовавших собой бойцов НКР. Однако мы с вами сделаем так, чтобы этот город никогда не засыпал. Итак, разделённые армии НКР постепенно перемалываются. И где нам даже удаётся создавать небольшие микрокотлы? Кажется, бойня в Биттер-Спрингс будет устроена совсем не той фракцией, которая раньше планировалась. Да уж, с момента тяжёлой битвы за Навара, это, пожалуй, одно из самых тяжёлых сражений, в которых когда-либо принимала участие новая Калифорнийская Республика. Чуть и говоря, пользуясь случаем, хочу пару слов сказать о сериале Fallout. Возможно, многие из вас переживали, что благодаря этому творчеству Нью-Вегас более не будет каноном. Однако совсем недавно мы получили информацию касательно того, что ситуация Shady Sands произойдёт значительно позже событий, которые были изложены в Нью-Вегас. И после просмотра сериала у меня появились прочные основания того, что в Нью-Вегасу 2 всё-таки действительно быть. Так что ждём, верим и надеемся, я думаю, после оглушительного успеха сериала и на фоне этого реально возросшей популярности игры в Стиме, Майкрософт в ближайшее время сделает соответствующее объявление. И так нам удалось одержать победу в операции «Солнечная луть». Пожалуй, мы могли бы запереться в бункере и продолжить войну с новой Калифорнийской Республикой, но сейчас нас куда больше беспокоит безопасность дамбы Гувера. Если вы когда-нибудь хотели бы посмотреть войну на два фронта, то, пожалуй, тысяча луксов могли бы уговорить меня сделать полное прохождение. Для кого-то эта победа казалась недостижимой, но они были глупцами. Победа Эйлайджа была просто неоспоримой. Но что на самом деле значит перемирие с новой Калифорнийской Республикой? Было ли это начало мирного и долгого сосуществования, или это лишь затишье перед бурей? Как бы то ни было Архимеду, и силовой броне требуются огромные запасы энергии. Пожалуй, дамба могла бы покрыть эти расходы. Нам больше нет смысла прятаться в Гелиусе. Мы переезжаем на восток и попытаемся серьёзно укрепить регион. Кажется, наши паладины немного переусердствовали. Произошла перестрелка между нами и Легионом Цезаря. Стало быть, стоит готовиться к худшему, ведь мы ещё в полной мере не адаптировались к их доктринам. Через пару лет мы сможем назвать Мохаву своим домом, и ни НКР, ни Легион Цезаря не смогут остановить братство. О, надо же, неплохо так, Ванграф, разрослись. Воюют на два фронта, это мы одобряем. Кстати говоря, там в ближайшее время на Xbox завезут мега офигенный патч для Fallout 4. Обещают полную переработку графона, и благодаря моим братюням из Xbox Store, ссылочка на которых будет в описании, у меня есть возможность показать вам все нововведения, которые там будут, уже 25 апреля. Поэтому, если для вас эта тема актуальна, то пишите в комментариях, обязательно проведём стрим или сделаем видос. 188-й торговый путь всегда был тем самым местом, где Вероника, один из наших лидеров и командиров, собирала сплетни и торговала жителями пустоши до нашей победы в солнечном луче. Увеличение нашего присутствия в этом месте может оказаться полезным. К тому же было бы неплохо контролировать Нептон и его окрестности. И Джозеф Стейн, мэр Нептона, может сослужить нам в этом деле неплохую службу. После поражения НКР он сдался на наш умелый, надеясь сохранить свою жалкую жизнь. Не стоит слишком сильно рассчитывать на предателя, докажителям города будет приятно увидеть знакомое лицо. О стабильности и процветании для нас сейчас вещи безусловно важные. К тому же нужно как можно быстрее наращивать силы и готовиться к новой войне. Мы надеемся по крайней мере на 20-25 полностью укомплектованных и хорошо оснащённых дивизий. Возможно самые трудолюбивые и преданные поселенцы могут стать новыми послушниками. Да и вообще в обмен на энергию местные будут готовы снабжать нас всем необходимым, в том числе и технологиями. Значит вот он тот самый момент истины наконец наступил, Легион готовится к наступлению. Мы прекрасно понимаем, что таким составом всю пустошь Мохава нам точно не защитить. Да, Букувера мы естественно будем удерживать любой ценой, а дальнейшая оборона сосредоточится на новой Кенельсоне и Приме. Да, нам бы хотелось включить сюда Нептон, но к сожалению мы не можем себе этого позволить. Во-первых, в этом случае мы будем подвержены атаке с двух сторон, то бишь со стороны Легиона и НКР в случае её агрессии. Во-вторых, держать эти плохо укрепленные территории будет гораздо сложнее. И да, если бы не чудовищная дебафа из-за незнания тактики, то скорее всего мы бы забрали сейчас даже станцию мониторинга погоды. На данный момент Легион крайне слаб. Однако у него имеется серьёзное численное преимущество. Нам придётся даже развернуть необученные дивизии. Но тут уж как всем известно поле боя самый лучший учитель. Теперь-то наша оборона точно не пострадает. Первая крупномасштабная высадка Легиона, судя по всему, обречена на провал. Да, пока что наше сопротивление оставляет желать лучшего. Приходится играть в эту ротацию консервных банок. Но ничего, в ближайшее время мы всё это исправим. Хотя, конечно, если рассматривать конкретные случаи, реакция Лайджи бесценна. Эти идиоты, то бишь паладины, не могут справиться с какими-то ряжеными войнами античных времён. У нас есть 2000 лет технологического и тактического преимущества перед ними. Но каждую источку отряда братства возвращаются домой не в полном составе. Нам докладывают о странных вещах, происходящих рядом с открытым кинотеатром Мохавы. Возможно, стоит отправить туда хорошо вооружённый отряд. Ага, то есть каждые 20 дней мы с вами сможем адаптироваться всего лишь на 5%. Это не самый приятный вариант развития событий, но куда наше не забиралось. Мохавы являются величайшим, что может предложить Старый Свет, или по крайней мере, так думает Лайджа. Недавно группа паладинов братства преследовала группу шакалов близ Ниптона и полностью исчезла без следа. Когда мы начали поиски, то не поверили в то, что нашли в дальнейшем. Это был разбившийся спутник, но он, похоже, не был того же типа, что и другие найденные нами обломки космического мусора. Кость него просвечивал загадочный голубой глаз, так, если бы это была прямая трансляция. Вдруг несколько паладинов исчезли в вспышках яркого света, и Лайджа понял, что это маяк. Телепорт, который способен отправить их на другую сторону, чтобы это не значило. Он сделал шаг в неизвестное и обнаружил рай технологического совершенства. Это был настоящий эдем прогресса. Многие надежды и мечты тех времен стали реальностью в электронном гарниле большой горы. Братство нашло свое самое главное сокровище. Все, что нам теперь нужно сделать, это вскрыть его и посмотреть, что внутри. Так, ну, собственно, комплекс выглядит довольно-таки любопытно. По мере возможностей, конечно же, будем его исследовать. Сейчас же Лайджа бросит все силы на то, чтобы как можно быстрее его укрепить дамбу. Хотя, казалось бы, куда уж крепче. Сейчас это настоящая крепость, которая не перестанно ломает зубы лучшей части легиона. Потери, конечно же, около катастрофические. Но это все из-за тех самых пресловутых дебафов, от которых мы очень скоро избавимся. Нам не очень-то сильно нужна дополнительная энергия, учитывая то, что дамба полностью обеспечивает наши потребности. Но почему бы не иметь небольшой запас? Мало ли, вдруг в будущем нам с вами придется отступать. Ох, вы только посмотрите, как же сильно нас с вами спасает ирегация. Дополнительное военно-обязанное население нам явно не повредит. Это хорошо, нам, скорее всего, не придется повышать призы в ближайшее время. Так, в общем-то, есть небольшая вероятность того, что вполне возможно мы бы могли пробиться. Вообще-то давно пора, но легионеров так много, и на месте каждого убитого тут же появляются буквально двое, а то и трое новобранцев. У легиона есть неиспоримый плюс перед нами, ему не нужно так хорошо вооружать своих людей. Многие наши палатины чувствуют, как будто бы они находятся в тире, и это усыпляет бдительность. Пока новобранцы практически в открытую штурмуют наши позиции, элитная часть легиона заходит с флангой и наносит нам непоправимый ущерб. При этом мы по-прежнему вынуждены держать несколько дивизий на границе с новой Калифорнийской Республикой. Увэ, мы по-прежнему опасаемся вторжения. Кажется, мы нашли практически безотказный способ пополнения наших рядов. Ну что, Цезарь, вар не вернет тебе твои легионы. А легионов тут, судя по всему, пойдет немерено. И так прошло две недели, а легион по-прежнему стойко обороняет свои позиции. Да, в ближайшее время он потеряет что-то около половины своей армии. Но в рамках войны это всего лишь капля в море. Однако именно под новоком была написана первая красивая глава в победе над легионом. С этого момента атаки Цезаря становились все менее ожесточенными. Все меньше легионеров верило в победу. Ведь Бресту Сталей удалось вернуть солидную часть потерянных территорий. Объяненный жаждой власти и безумия, напоясанный терновым венком старец, буквально находящийся на смертном адре, продолжал вести неисчислимые легионы на убой. Еще одна выгодная контратака позволит нам похоронить большую часть армии Цезаря под Ниптоном. Сегодня Элайджи смог показать всему миру, что война наконец-то меняется. Правда, потери продолжают ощутимо давить. Совсем скоро нам придется выбирать между тем, чтобы расквартировать новые дивизии или латать старые потери. Будем надеяться, что выбирать все-таки не придется. И сейчас самое время для того, чтобы полностью освободить наши земли. Что ж, это вот изменение очень, но как минимум полторы армии в этих стычках легион Цезаря потерял. Причем численность вражеской армии продолжает сокращаться. Так, нам бы реализовать еще пару таких котлов, и победа была бы у нас в кармане. Так, а вот это уже интересно. Мы наконец-то начинаем исследовать территорию Большой горы. Нашим экспедициям ничего не угрожает, легион был отброшен. Поэтому, как вы понимаете, стоит начинать. Довольно оперативно, однако не без помощи Архимеда нам удалось форсировать реку. Легион спешно пытается латать дыры в обороне. Но наша основная цель – это северо-восточные земли. Сейчас обеспечение безопасности дамбы – наша первостепенная задача. Нам также удалось найти информацию о неком Синклэре и месте, известном как Сьерра Мадре. Тоже кажется, у Лайджи появляется новая цель. Однако, раскрывать столь мрачные секреты еще рано. Так, ну и судя по всему, это очередная заявочка на котел. Да, на то, чтобы перемолоть его, потребуется время. И его потребуется явно много. Однако, что-то нам подсказывает, что это последний серьезный очаг сопротивления противника. А ну, собственно, теперь понятно, куда легион переводил свои основные силы. Он готовился к высадке. И, судя по всему, ставка была сделана именно на эту молниеносную атаку. Скажем прямо, это была неплохая попытка. Интересно, почему в поселке Хиггса никого нет? Разведчика братства потребуется не менее 30 дней для того, чтобы понять это. Ну, а мы с вами успешно реализуем еще одно окружение. Хорошо, конечно, что нам удалось раздробить силы легиона и его союзников. Ведь этот шаг поможет нам как можно быстрее перемолоть их и выйти на оперативный простор. И все-таки как-то слабо ожидал от легиона гораздо большего, особенно после его переработки. Но здесь, наверное, виноват скрип, по которому они атаковали, мне кажется, гораздо раньше, чем должны были. Скорее всего, если бы мы с вами не перенесли столицу на Дамбу Гувер, и все было бы совсем по-другому. К сожалению, нам не удалось пролить свет на то, что случилось с этой деревней. Мы знаем только, что здесь жили руководители, которые некогда управляли большой горой. Поэтому нам с вами, вероятно, придется копать дальше, для того, чтобы узнать все тайны этого места. Обожаю сюжеты за братство стали World War Blues. И надеюсь, что вам оно тоже понравится, и вы поддержите его лайком, подпиской и ударом в колокольчик. Кстати говоря, переходите во вкладку сообщества и смотрите на контент-план на ближайшую неделю-полторы. По традиции 500 локусов, и я в этот же день продолжаю делать прохождение. Как всегда, всех обнял. До новых встреч. Пока, ребята.